идущие на профит приветствую тебя привет друзья дамы господа рад вас их видеть лайки подписчики колокола нажимаем 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 начинаем 7 27 июля давайте смотреть у нас по биткоин криптовалюту продолжаем двигаться на выходе из вот такой вот формы из накопления хотя у нас не особо и долго если с остальными сравнивать было всего-то там сколько 20 дней это не отсюда много нормальный диапазон там месяц-два хотя вот на 69 тысяч мы тоже там по всего месяца и полтора сидели и развернулись чё в общем сидим балдеем единственное конечно думал более интенсивный покупатель будет снова через разгон и левое плечо правое плечо здесь сделает захват и отвезет их выше просто пойдет пушить рынок но продавец так не делает он не пушит рынок парадокс конечно этих двух недель заключается в том что мы растем на положительных ставках а упали мы на отрицательных ставках хотя ну как положительно пока что это нейтральная потому что выплаты вот отрицательные были зафиксированы а этих нет положительных то есть опять спустят предлагают беже битма путь 60 миллионов ликвидации на бинансе было я думаю что локально с отскоком пока все по идее нам надо продолжать это движение все вниз человек говорил вот про такую форму паттерна коробки ну как вы хотите называйте там индейц тройная вершина без разницы если отработает то это норма отработки норма отработки на один диапазон ну то есть где-то по 20 тысяч за биток ну это примерные цели по моему шарту локальных сделок я здесь не рассматриваю хотелось бы где-нибудь заходжировать лангом пока не вижу просто интересных вариантов поэтому ждать ждать еще раз ждать самое тяжелое в трейдинге поэтому давайте просто читаем комментарии там есть интересный комментарий во-первых где тут был вот приятели интересные картинки единственное что смущает все предыдущие коробки были сделаны от их а сейчас у нас как бы дно но не совсем справедливое замечание в основном они формируются хорошие коробки которые с выходом там более одного диапазона на 2 там и более это все-таки действительно на от их а ну вот например если взять до внутри флета без от их а вот например у нас здесь хорошая коробка которая вышла по сути на диапазон то есть вот вот перехай до хорошая структура ну здесь на диапазон коробки вышли может чуть-чуть не дошли до вот так вот ну и плюс ну короче смотри как отрабатывать например bnb bnb тоже ну коробка конечно слабо тут можно тянуть тут конечно был этот перехай но обычно чем сильнее перехать им лучше но в общем и целом тут тоже как бы коробка до вышли из нее на один диапазон но это опять же можете на двойную вершину называть как угодно мне просто интереснее вот так вот судить по структуре в том плане что первичное сопротивление 1 2 образование снизу образование сверху границ и уже резкий выход на диапазон потом еще вот ну йота тоже до коробка на разгоне это не на тх уже было то есть стадия разгона то же самое где тут стадия разгона тест первичное сопротивление образование сверху границ образование снизу перехай ну и все и пошли на величину диапазона ночью диапазона ну кстати если вот это за тест посчитать тут может даже два диапазона сочетаем 1 и 2 вот такая вот суть тут кстати на битке на малом таймфрейме то же самое как бы сейчас по идее вот такой господи вот такой тест сейчас вот такой да но тут просто первичное сопротивление не очень нравится но очень слабая образование сверху границ образование снизу перехай тут тест должен быть и выход на диапазон от 6000 и плюс на глобальном форме такая же шляпа я почему обсуждаю фракталы потому что сейчас очень малая информация от рынка то есть ну смотреть тупо фандин который смотрят все но чисто по битме можно цикла начала следующий цикл еще не пришло опять же бинанс ратио но опять же такая же тема вот здесь у нас по-моему где было вот здесь было 76 процентов ну конечно 25 и 30 25 процентов сложно назвать это флэтом но если вот так вот посудить посудить вот этот диапазон но тут такие же волатильности наверняка были сколько тут волатильность внутри диапазона 40 процентов то есть я считаю что это вот 25 процентов я считаю что мы сейчас находимся внутри как будто флэта где будет еще одна какая-то провокация уже снизу вот такая вот я думаю что внутри флэта когда 76 процентов это не есть год то есть мы выходили вот как здесь было да мы пришли там было сначала конечно тоже 70 но потом внутри диапазона мы вышли на 40 процентов там сначала 50 потом на 40 и просто на 40 процентов пампились а когда такие цифры уже вот тут вот был тоже 50 процентов а когда мы уже получаем внутри флэта 76 процентов но я думаю что это дефолт я тут отмечаю себе давайте комментарии прочитаем так спасибо за труд благодарю за прогноз смотрю тебя постоянно а крипто дождь был не всегда на улице сухо я график смотрю тоже вся и вверх скоро польется вниз спасибо за обзор лайк подписка комментарий привет комментарий гэмблер рискнуть тебя чуть-чуть поправить на счет long short ratio на график ты смотришь 5 минутки но они тоже содержат активно долгосрочные сделки которые накопили за день а то и месяц накопления неразумно было бы учитывать дневную конъюнктуру рынка я смотрю не топ трейдеров я смотрю вообще все то есть тут есть топ трейдеры есть аккаунты осмотрю все позиции вот кстати я тебе про то что и говорю то что вот у нас было 76 процентов на смотреть в совокупности то есть за месяц за большой диапазон даже не месяц больше несколько месяцев поэтому я и учитываю 76 процентов рати у которой нас были на 26 процентов я может быть это и шиза конечно но в прошлом правило 80 процентов если набирается то пора все продавать квартиру шортить там было 78 процентов 78 процентов это тоже очень много но два процента не хватило как раз таки для сработки этого правила так по норникелево по моему имелся ввиду обратный зажим сначала июля прошлого года уже подошел в обработку тэр пэр и на самом нефти еще вроде то есть да в принципе с икотно шортить против растущего рынка вообще все эти моменты с тем как правильно фибро стягивает где цель для фиксации откуда разгон считать очень скользкие в твоей мани методики так ты можешь не пользоваться моей методикой я же не говорю что это последний и последняя истина в инстанции более того я не открыл не сделал какое научное открытие я описал то есть эти фракталы например я же говорю зажим имеет место быть очень часто с головы и плечи гол гол голома плечам я не знаю сколько лет сколько наверно столько же японским свечам то сто с лишним лет также часто обнаруживал но опять же смотри зайди там к хуру трейд трейдинга и там они те тоже скажет фиба это не сто процентов хотя многие челики кто вообще не верит в теханализ работают со стаканом используют какие-то технические там треугольники к линии и так далее вообще просто зажим это большой треугольник только рассмотренный под другим углом из другом я не против я наоборот за то что было очень много методик они между собой конкурировали какая методика лучше и трейдуны выбирали себе брали крестик по себе чтобы не падать при ходьбе потому что комментарии совершенно разные кто-то говорит ничего не работает какой-то дичь придумал а кто-то говорит даже все нормально отрабатывает деньги зарабатываем спасибо гэмблеру я сто процентов уверен у кого-то действительно зажимы не работают потому что либо адресовывает не так ну присылает просто в личные сообщения вообще вот такой тип гэмблер а чё тут зажим да вот такой вот это же зажим но это же это же касание раз два три касания гэмблер зажим да кстати вот еще 86 подписчиков и в принципе я выложу зажим на канал только без ботов потому что ботов я удаляю время от времени короче так вот на себе 500 тоже получается коробка смущает что сегодня изменение ставки фрс да есть мне кажется по nasdaq у будет вот эта коробка есть такая вероятность что по nasdaq у будет типа как по nvidia да вот так вот ну и потом блин это просто растянется на очень долго если такое произойдет это плохо есть сайт такой варик еще как на битке все время сейчас покажу короче вот первый заход когда был да ну когда вот такой вот тренд очень ланговый идет с выбиванием всех плечей кажется ну когда это уже остановится этот праздник рано или поздно закончится и такие формы они выглядят действительно разворот ну типа пик типа ну пузырь же вот как раньше в семнадцатом же был же такой же пузырь такой пик с двумя вершинами да и здесь был в девятнадцатом году и здесь вот в семнадцатом да кажется что все пик пройден мы это уже видели проходили но не тут и было то есть начинают дорисовывать вот такую то есть по себе 500 и nasdaq у вполне вероятно такой сценарий что там очень сильно например повалим на знак я думаю что сделает перехать а тебе 500 и шанс что повалимся и вот здесь вот будет решаться судьба будет пробой очень сильный вот ну глан давайте прям себе ху открою чтобы было понятно я конечно ожидал что вот мы отсюда повалимся с 4000 не пробьем но ладно неважно суть том что есть шанс что мы пробиваем на себе хе значение там ходим куда-то по 3300 и здесь это все выкупается здесь локальное дно и всего праздник жизни превращается в ну более серьезный там зажим какой-нибудь но это чистые догадки мои просто меня нету данных каких-то типа как удержание наибольшего количества шартов было вот здесь вот на четырех тысячах по себе 500 там по моему исторические шарты но подобрались к этой цифре но и эти исторические шарты начали выносить все так спасибо дорогой за мнение разбор по норке да фьючерки на норку на теньке есть можно трейд сделать вот смотри я брал фьючерс на у нас очень плохой фондовый рынок в том плане очень мало инструментов он не развит я брал фьючерсы на какую же газпром газпром что ли брал фьючерсы и ну конечно сам виноват не прочитал о том что div gap уже включен в фьючи то есть там единственно ну естественно было div gap я идеально отрисовал дождался похода вниз то есть акции ты пошли вниз а фьючерс стояли на месте и я на комиссии потерял я закрыл по безубытку и хрен с ним привет по гмк там же лпс после того как отработают мелкий сажим получает рока сами начинает сказать что расширение но на практике решение происходит редко потом зажим лпс превращается либо тестит наклонку мелкого зажима и так понял вам всем очень норникель зашел ну давай посмотрим еще раз ну согласен то есть в чем опасность вот это вот структура вроде и зажим раз касание два касания три касания но лпс вполне вероятен пляж в чем проблема блин на каком недавно такая же история была не на линкеле когда мы делаем вроде бы зажим но он такой пологий такой вот что нормальный зажим у него есть угол то есть когда цену зажимают к цену зажимает она там делает переходим кульминацию либо на кульминацию сделала и зажим пошел да она делает трилой зажиму у цены должен быть под углом здесь же ну такая себе история плюс хотя разгон нормальный то есть на один к одному точно тут есть я вижу 1 2 даже нормально короче с разгоном плюс еще конечно бы на просто на активе посидеть посмотреть потому что если долго смотреть на актив то можно такое увидеть и зажимы и двойные вершины и чего года опять же просто тут вот этой сделки риск прибыль нормальный и мы подошли 050 618 сделали дальше это вопрос рисков то есть если есть готовность 2 к одному можно я просто не торгую такое ну в том плане если бы это было там на крипте какой-нибудь я бы наверное взял но я показал себе обещание фонду у наших брокеров с такими комиссиями и с корявыми инструментами не торговать потому что надо учесть будь ли выплата дивидендов опять же эти div gap и и так далее плюс отработки поскольку тут этот диапазон занимает времени господи 242 дня ну опять же помню фас агры что-то такое было то есть тоже у нее тут зажима образовывался кульминация и вот так вот сквиз только сделали кстати кстати вот если так будет реально сквиз то это можно сказать что полноценный лпс потому что хотя нет тут блин лпс конечно показать бы вам о чем там на эфире то есть лпс она вот так вот да тут не доходим ускоряемся то есть вроде как зажим 2 как касание ждем 3 но мы только тестируем условную будущую линию контроль если она у нас такая была и на ней мы ускоряемся то есть вот если будет так вот что-то такое да то можно сказать что тут лпс вот такой лпс к чуть-чуть не доходим он имеет место быть но такой это уже короче нюансы посмотри пожалуйста ужин сорян альты я не хочу смотреть кроме тех которым интересно эфиревым девка зажим вроде как зачетный зажим вообще да если тут проект майки говоришь линии контроля но опять же вот если вот так вот рассматривать в принципе даже классика эфира когда он входит я думаю что тут вот такой вот зажим мы его протестировали есть шанс походу ниже и вообще у меня есть такая глобальная интересная форма вот такая вероятность 1 сани так сами три касания 4 должен быть пробой ну план минимум косарь план максимум 600 опять же эфир в свойственном ему момент манере как локально так и глобально он делает такие прихай что непонятно это кульминации линия кульминация по виду то по фибе уже не прочитать так интересно картинки детстве смущает ну да это я уже разобрал встречу пациента ппп о видимо кому-то чертил наверно числа 14 выход из такого касания интересно так хочу какой вопрос а то что кульминации не был да ну да ну вообще сложная конечно тема раз-два-три тут вообще какой-то отбой очень слабый был но все равно 4 уже пошел на пробой ну такой себе конечно так с реплис на компе язык на дневке рисовывается ну по идее да но опять же ловить правое плечо я бы не стал я бы наверное на таком альте бы вот хотя здесь начнешь брать тебя за правое плечо отвезут дофиг знает конечно насколько я знаю там очень отрицательная ставка финансирования было шортов не хватает то есть лангов не хватает поэтому советую воздержаться total 3 недели прижимый график зажим лсп подбросить монетку о видимо очень давно я рисовал надеялся тут на лпс в том плане что не дошли границ но по сути сейчас уже уверенная 3 касание 1 касание 2 касания 3 касания и 4 будет наверняка уже пробой обои уже все криптоиндустрия был ран но опять же по логарифме еще синтетический график и еще перевернутый предполагать сокращение еще можно 3 кульминационная так как но ведь и может быть как на папа мы просто выйдем 3 касание отобьемся но опять же если будет какая-то катастрофа и мы пройдем в 0 25 индустрию поделим на пополам крипто капу это по моему total 3 это без учета битка эфир да нет короче третье касание криптоиндустрия будет жить мы рано или поздно сделаем 442 вот по этому графику весь вопрос в кульминации опять же он стоит как никогда остро шабилов падшая ангел и чуть не стала этим евгений поносенко потому что он ничего не выдает тут патша ангел трейдинг потом может паттерн что именно называется коробка или чё он какой-то гип просто выдает базовый ты я не понял про что ты говоришь про патш в ангела короче уточни потому что я не вижу тут ни схожести ни с коробкой не с но тут вот этот зажим немножечко похоже но без кульминации так обзор ни о чем 0 конкретики вот эта база ладно реально 19 минут мы проговорили не о чем муть компота какие-то бумажки писульки по графику до новых встреч до пребудет с вами прибыль пока